Всем большой привет! Сегодня мы нарисуем красивый пейзаж. С помощью гуаши можно использовать акрил. Итак, я разделяю линию горизонта простым карандашом. Сюда по краям я приклеила малярный скотч, чтобы проще было рисовать. Предварительно я приклеиваю его к руке и потом только на бумагу, чтобы слой первый не отодрать. Итак, берем плоскую кисть и приступаем. Гуашь у меня стоит сбоку, чтобы удобно было. Самое обычное, где тут гамма. В качестве палитры я использую бумагу. Берем белый цвет, будем сверху вниз, добавляем немножко синего, вот такой голубой цвет. Здесь, собственно, вот такими полосочками закрашиваем небо. Теперь вот здесь у нас будет где-то тут вот солнце, да. Вот эту часть я вообще закрашивать не буду, то есть она останется белой. Берем, давайте, можно взять оранжевый, желтый мы смешиваем с красным. Немножечко. Вот таким цветом я прохожусь. Немножко он у меня не очень красивый получился, слишком коричневый. Немножко желтого добавить. И вот здесь вот пройтись, да, вокруг солнца. Аккуратненько вот сюда заходим. Солнце я обвожу, как бы, да. И вот. Облака, да, там будут идти. Но потом мы это поверх еще сделаем. Пока что я так оставлю. Здесь точно тут, конечно, вокруг солнца, да, круг поровнее сделать. И пусть сохнет. Мы потом еще вернем сюда, сюда. Когда будем делать следующий слой. Дальше небо у нас такое достаточно темное получилось. Рисуем воду. Вода у нас отражает небо. Давайте вот здесь вот. Немножко посветлее, да, сделаем. Вот такие вот на воде у нас закат. А здесь, наоборот, будет ближе к берегу уже такой более темный цвет. Но на переднем плане мы и сделаем цветы. И трава будет у нас, ну, такой сегодня простой, несложный совершенно, но в то же время такой яркий рисунок. Закрашиваем, да, вот таким образом. Первый слой и он должен просохнуть. Можно воспользоваться феном, да, чтобы это было быстрее. Ну, кто не спешит, можете подождать 20 минут. Лучше феном просушу. Все, феном я посушила. Беру теперь кисточку. Вот у меня для гуаши. Удобная синтетика. Давайте двоечку. Аккуратненько сделать надо нам облака. Нет, давайте пока для облаков я возьму пятерку. Так. Белый цвет. Возьмем немножко, смешаем вот с рыжим. На палитре, да, и вот такой эффект облаков мы делаем. Аккуратненько, да, вот. Выводим. Сюда они как бы по диагонали плывут. Также вы можете мне в Instagram или в Telegram присылать свои рисунки. Ссылки на соцсети будут прикреплены к комментариям. Так. Ну, вот такие вот красивые диагональные, да, у нас облака. Сейчас я возьму немножко беленького цвета. У меня сегодня опять проблемы с голосом. Уже второй раз за март я болею, поэтому говорить громко не могу. Так. Вот этот карандаш, да, я закрашиваю, чтобы он так не торчал. Вообще вот этот рисунок, он очень простой и смотрится эффектно. По конечному счете. Аккуратненько. Можно взять тоненькую кисточку, да. Давайте вот так и сделаем. У меня двоечка. И вот такие как бы эффект лучей можно сюда добавить. То есть такое сияние, да, вниз, а такое покрупнее. Ну, такие лучики по сторонам мы добавляем. Вот сюда, сюда. Вот такой вот. У нас жука, чтобы не был слишком похож. Так. Теперь давайте еще вот светленького можно по низу, да, немножко вот так вот добавить. Чуть-чуть посемплее такие облачка. Такой красивый эффект. И теперь немножко голубеньким можно вот пройтись здесь по верху, как бы тоже облака сделать. Так, у меня запись вроде идет. Потому что вчера я рисовала тоже видео, делала, и почему-то у меня кусок не записался. Хотя я вроде все время проверяла, идет ли запись. По диагонали, да, мы тоже вот здесь немножко продолжаем. Вот такие вот, ну, пятнышками, собственно, да, вот облака. Может они, конечно, слишком светло. Ну, сейчас, в принципе, краска впитается, но так вот не будет. Ну, туда вверх, да, они поднимаются, собственно. Можно, в принципе, взять кусочек бумаги, вот я тут влажные салфетки. И, ой, вообще-то в акварели, да, в основном. Попробовать вот так вот растушевать. Ну, мне больше нравится, конечно, когда цельным пятно. Ну, немножко, ладно, не то получается. Сейчас я подправлю. Когда вот пятно краски, не знаю, как-то гармонично, наверное, немножко упрощает, вот, на мой взгляд, работа с губкой, да, или же, ну, опять-таки, вот салфеткой, да, вот эти вот эффекты. И они, конечно, смотрятся классно, но такие более... Ну, не хочется говорить по-детски как-то. Ну, упрощаю, точно, саму картинку. Смотрится немножко простовато, короче, ладно. Давайте возьмём тоненькую кисточку. И теперь мне нужно тёмно-синим вот сделать линию горизонта. Давайте возьмём. Можно фиолетовый, да, я смешаю с синим. У меня тут гуашка. Можно даже чёрного добавить, чтобы потемнее было. Мало цветов там, чтобы не намешаешь. Вот, проводим линию горизонта. Аккуратно только, да, чтобы с кисточки ничего не свисало, поскольку там краска упадёт и всё будет. Такую вот линию горизонта. Это у нас, получается, озеро, да, там где-то лес будет на заднем плане. Если её не делать, то будет такой эффект, что у нас море, да. Ой. Чуть выговорила. Аккуратненько вот эту линию, значит, мы делаем. И, собственно, лес. Да, вот так вот. Можно такими вот отпечаточками. Так, лес. Ну, как бы он вдалеке, там где-то. Где-то там за горизонтом. Немножко здесь, да, можно повыше. Так, дальше. У меня тут был перерыв небольшой. Давайте вот продолжаем с этой стороны. Вот таким образом. До конца доводим. Можно немножко вот с голубым смешать. И там на заднем плане немножко такой вот потемнее. потемнее, да. Ой, не потемнее, а вот такой более туманный. У нас будет лес. И, собственно, вот здесь вот на переднем плане, да, у нас тоже вот такие вот. вот как отражение. Сейчас водичкой чуть-чуть разбавлю. Гуаш. Здесь я оставляю такую тоненькую линию светлую и рисую вот отражение вот туда вот. с двух сторон. Вот. Ну, здесь можно немножко продлить. И вниз идет такая вот белая полоса. Такое сияние, да. Вот солнце. Ой. Плохо вымыло, да. Она уже не белая. А, непонятная. Аккуратно. Вот белый цвет. Вот. Так. Все. Вот мы... А, вертикально, да. Я так вот сделала. Ну, полосой буквально, да. Можно немножко желтенького, да, добавить. Вот сюда. То есть оно как бы выходит такой вот одной линии, да. И вот в свет. Выходит. Ну, собственно, воду можно немножко еще затемнить. Давайте затемним на переднем плане. Немножко каких-то фиолетовых пятен, да, потемнете. Подсушим гуашь, надо сюда будет. Подсушить феном придется. И будем рисовать уже красивые цветочки, там травинки на переднем плане нашего озера. Сейчас немножко белил, добавлю, да. Чтобы как-то разбавить, да, вот эту вот красотищу нашу. Такой более плавный переход. Тут прям такие у красоты волны. Волны. Как облака эффект. Вот, боком, да, я плоской кисточкой сейчас рисую. Все это сделала боком. Сейчас мы сушим феном и рисуем вот на переднем плане травинки. Смотрите, тут так. Я феном посушила, у меня эффект такие кораллы выросли. Прям красиво. Не хочется даже. Ну, конечно, это не кораллы, я шучу. Ну, в том плане, что у нас же озеро, тут нет кораллов. Ладно, давайте рисовать травинки. Берем зеленый цвет. Так, ну, вот аккуратненько, да, вот в синтетике гуашь. Вот, блин, я думаю, давай с краской пошла. Все в краске. Аккуратненько, да, вот. Изяще нам нужно, ну, как получается, да. Немножко темно-синий, может с виолетом смешать зеленый, чтобы потемнее было. Все-таки тут такой контраст нам надо сделать. Передний план. Вот эти вот травинки. Очень аккуратно, вообще, лучше не спеша. Это надо сделать. Собственно, весь передний план, да, у нас будет в траве. Что-то мне не очень надо кисточкой. Такие вот тонюсенькие, да, делать. Как-то толстовато, я вижу, получается. Здесь можно, да, в воде такие кусты сделать, да, например. То есть из воды очень часто трава, ну, вот в озере, да, на берегу. То есть там торчит трава. Можно, конечно, ну, давайте сначала этой кисточкой. Тоньше у меня ей не получается делать. Потом взять тоненькую и такие прям мелкие детальки уже сделать более тонкой кисточкой. Вот эти все травинки. Поскольку, ну, двойка у нас не получается. Так, вот сюда. Немножко мы сделаем цветочков. Немножко. 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 Вот я заметила, как скажу, например, что-то, вот планирую нарисовать, и потом никак не могу это сделать. все мне по плану очень хочется попробовать сирене акварелью потом можно кстати и гуашью там уже букет сделать конечно гуашью конечно проще делать такие вещи буду стараться говорить громче акварелью очень тонкая работа очень много мелких деталей в сирене да в общем здесь вот можно да покрупнее вот такие какие-то мазки сделать листики не везде будет прям такие вот здесь но суперами бетонки травинки где-то вот пятнышками да так теперь я можно взять кисточку потоньше и сделайте на переднем плане изящные травинки тоненькой кисточкам на нолик вот у меня несколько таких давайте сделаем длинных тоненьких травинок ну здесь например на цветы когда вот сделать какие-то которые на озере растут аккуратненько и просто травинки до тонюсенькие то есть будет интереснее досмотреться рисунок вот такие штучки тут на них мелкие мелкие детальки прорисовать аккуратненько не спеша можно принципе поставить на стоп можно и мне поставить чтобы не было очень длинное видео я вот нарисую пока каких-то мелких деталек на траве потом будем вместе делать цветочки я думаю достаточно сделала травинок теперь вот тоненькая кисточка я взяла белый гуашь да и прям такими отпечатками мы сделаем цветочки на везде где можно на переднем плане да они могут быть естественно покрупнее вот эти цветки то есть там прям лепестки эффекта лепестков да мы делаем ну потом можно немножко розового добавить будет лучше смотреться и даже не знаю как эти цветы называются которые вот у озера растут в принципе я стрю белые как бы неплохо ну немножко розового там добавим смотрится хорошо передний план крупный да дальние такие они мелкие аккуратненько сразу такое получается пространство да цветы контрастно смотрятся ну красиво достаточно эффектно красивый берег озера в цветах покрупнее да сделать ну слишком много тоже цветов не надо делать да вот тоже нужно найти такой баланс чтобы все смотрелось таки гармонично ненавязчиво там да немножко может такой эффект цветочков да и теперь давайте немножко вот добавим розовенького да все таки и ну собственно вот в этот белый я красненький добавляю немножечко добавим такого розовенького тоже будет хорошо смотреться ты тоже не переборщить рядышком принципе вот здесь добавляем такой эффектно и красивый пейзажик абсолютно несложный гуаши и такие вещи рисовать достаточно просто акварелью пейзажи намного сложнее рисовать но мы будем пробовать учиться у меня гуашь мало кто смотрит все хотят рисовать акварелью в принципе в основном рисунки все акварельные но гуашью я люблю рисовать поэтому иногда мы все таки будем гуашью рисовать такая красота сейчас мы отклеим и идет конец отклеиваю бумагу у нас остается ровный край сверху я недостаточно хорошо приклеила и у меня краска затекала и получился такой некрасивый край но что можно сделать здесь как бы хорошо до вырезается ножницами или ножиком макетным и наклеивать можно на белый фон на другой на другую бумагу принципе еще эффект не будет смотреться это у меня все не забывайте подписываться до новых встреч и всем пока пока